Экология в нашей жизни занимает очень важное место. Жители Берестейщины ежегодно принимают участие в мероприятиях, посвященных защите окружающей среды. Проведенная в этом году экологическая акция «Зелёная тропа» имела благие намерения. Пробудить в каждом человеке желание способствовать охране окружающей среды, воспитать в подрастающем поколении бережные и внимательные отношения к природе Беларуси. У нас уже несколько лет подряд проводится такая экологическая акция. В этом году она носит название «Зелёная тропа». Акция приурочена к Всемирному дню охраны окружающей среды. И раз проводится в год Гассипринса, поэтому имеет такое название «Зелёная тропа». У нас в Беларуси есть много очень уникальных объектов, где можно посетить и посмотреть какие-то разнообразные экологические объекты, животный и растительный мир. И вот наши ребята здесь у нас собрались, ребята с пяти экологических центров, из города Кобрина, Белозёрска, Барановичей, Пинска, ну и наши Брестские ребята. И развернули свои экологические площадки. Здесь у нас такие площадки есть и «Планета без мусора», и «Сбережение наше достижение», удивительный мир животных. Ребята рассказывают про уникальные природные объекты своих регионов. С удовольствием ребята принимают участие. Конечно, количество ограничено, но они даже уезжая предлагают нам обязательно проведите в следующем году такое мероприятие. Для того, чтобы поддержать инициативу сохранения природных богатств, ребята из экологических центров Бреста, Пинска, Кобрина, Белозёрска и Барановичей развернули тематические экологические площадки «Планета без мусора», «Энергоизбережение наше достижение» и «Удивительный мир животных». Участники акции рассказывали о глобальных проблемах окружающей среды и призывали гостей относиться ответственно к её ресурсам. Мы приехали из Кобрина на акцию «Зелёная тропа». Здесь мы людям говорим, как правильно утилизировать бытовые отходы, чтобы наш город, наша Беларусь вообще была не грязной страной. Я рассказываю про забытые уголки Полесья. Мы хотим напомнить, чтобы люди не забывали свою историю, приезжали к нам и всё это узнавали. Я представляю зооуголок. Я тут первый раз. Мне очень нравится. Я рассказываю про животных, которые здесь находятся. Очень интересно, занимательно. Мероприятие, проходившее на площадке возле кинотеатра «Беларусь», привлекало внимание публики ещё и фотовыставкой «Мир моими глазами». На сделанных детьми фотографиях были изображены уникальные объекты природы. Ещё одной особенностью акции стали мастер-классы по изготовлению открыток из природных материалов, которые проводили ребята из Пинска и Баранович. Мы представляем город Пинск, и мы приехали сюда, показываем мастер-класс и делаем открытки. Я здесь первый раз, и здесь очень интересно, и всё необычно. Флородизайн, мы делаем флористические открытки. В общем, это открытки из природных материалов, которые, я не знаю, везде просто можно взять любые цветы и зашить и сделать. Вообще нужны просто листья, цветы и фантазия. Экологическая акция «Зелёная тропа» наглядно показывает, что каждому из нас по силам принести пользу своей родине, сделать её ещё более красивой, чистой и процветающей. Гости мероприятия отметили тёплый приём и интересную развлекательную программу, и пообещали, что ещё не раз примут в нём участие. А это значит, что равнодушных к проблеме экологии нет. Мне очень нравится принимать участие в этой акции, так как здесь можно спросить и узнать очень много разных вопросов об экологии. Также для себя личный опыт приобретаем. Софья Бережная, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Телекомпания Бук-ТВ.